МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканала «Спас» очередной выпуск нашей рубрики «Украинский вопрос». Мы специально называем это рубрикой, а не передачей или каким-то циклом, потому что считаем ее временной, нам так хочется. Но, к сожалению, жизнь нам диктует другую повестку дня. И об этом мы сегодня поговорим в нашей программе, которая имеет такую тему, как ситуация на Украине на фоне центробежных тенденций в Европе. Но, может быть, это сильно сказано, тем не менее. Есть референдум Голландии против ассоциаций, и есть выход Британии из Евросоюза. И вот тут очень интересно порассуждать об украинской части, то есть это крайний запад, а тут есть крайний восток Евросоюза, или, точнее, Европы, в которую хочет Украина вступить. А гость нашей программы, заместитель, директор Института стран СНГ, или, точнее, то, что осталось от СНГ, кроме Украины и Грузии, Игорь Шишкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Сергеевич, сегодня у нас много произошло событий, связанных с Украиной. Это и саммит НАТО в Варшаве, обещанные Украине деньги, это и попытки переименования ряда улиц, это и голосование в Сенате, точнее, в Варшаве, в той же накануне по Степану Бандере, что это был геноцид украинских националистов, это визит госсекретаря в Киев, определенные заявления там были сделаны. И самое печальное, что, вот я специально выписал цифру, 3000 обстрелов в территории Республики ДНР за последнюю неделю. Такого не было очень давно. Вчера было около 400. Сегодня уже данные под 200. Погибли трое бойцов, 7 жителей ранено. Вроде бы цифры для военных действий, для уже уставшего уха от терактов, от сотен, но от этого не легче нам, это убийство постоянное, это, простите, это каждый день, к сожалению. И вот этот фон, НАТО, концентрация мощи, Керри в Киеве, помощь, беспорядки в Киеве, активизация военных действий в ДНР, они требуют, вернее, не они, а наши зрители, наша аудитория просит нас объяснить, сколько может это продолжаться. Это обычные вопросы, которые, я уверен, сегодня даже прозвучат. Но мы специально заявили вот такую паневропейскую тему, чтобы именно на фоне ее понять, что происходит. Ведь мелкие события в Киеве, там кто-то кричал или куда-то кого-то вывели на улицу, или их конкретное резонансное проявление на границе с Донецкой республикой, все это решается, конечно, в других кабинетах и в других странах, и очень даже далеко. Поэтому этот геополитический расклад, без лишней конспирологии, он очень важен. Начнем мы все-таки с самого тяжелого, это с резкого обострения ситуации на границе с ДНР. К сожалению, может быть, мне кажется, вы меня можете поправить, что сегодня в средствах массовой информации российских ситуация под Донецком, она как-то так устало-спокойно воспринимается. Наша задача объяснить нашим зрителям, что ситуация не просто опасная, она близка к катастрофе и к огромным жертвам и тяжелейшим последствиям. Я не сгущаю? Нет, вы ничуть не сгущаете, и не случайно, буквально на медне, заместитель министра иностранных дел, статус-секретарь Министерства иностранных дел, если мне не изменяет память, Карасин приглашал послов Германии, Франции и как раз ставил перед ними вопрос о обострении ситуации в Донбассе и как бы подвигал их к тому, чтобы их правительство, как представители нормандской четверки, которые тоже несут ответственность за выполнение минских соглашений, надавили на Киев и остановили, возможно, переход ситуации к полноштабным военным действиям. Министр иностранных дел разговаривал с Керри на эту же тему. То есть это действительно очень и очень серьезно. И вот сегодня было сообщение о том, что в разговоре с Меркель и Оландом Владимир Путин вновь обратил их внимание на то, что Киев сейчас уже подвел к грани полномасштабной войны. И опять прозвучала просьба со стороны России повлиять на киевский режим и остановить эту войну. Давайте вспомним, что всего-навсего недавно, где-то дней 10 назад, когда проходил выпуск, после военной подготовки, которую устраивали, кстати, западные инструкторы национальной гвардии, Порошенко заявил о том, что новые части должны пройти обкатку боевыми действиями. И эти части были переброшены не куда-нибудь, естественно, а на восток. И сразу же начались там серьезные обострения. Дальше. Не так давно были проведены выпуски спецподразделений, которые готовили, опять-таки, западные инструкторы. И опять сразу же, буквально сколько нужно времени для того, чтобы добраться до Донбасса, все специалисты отметили резкий всплеск снайперского огня со стороны ВСУ. Причем высокопрофессионального огня с использованием суперсовременных приборов, суперсовременных снайперских винтовок. То есть Киев однозначно сейчас пытается обострить ситуацию. И это вполне понятно. Мы помним, что недавно в Киеве несколько тысяч человек вышли на улицы в связи с очередным повышением тарифов. Уровень жизни действительно падает. Соответственно, лучший способ для того, чтобы отвлечь внимание населения, это снова устроить бойню на Востоке и сказать, что мы бы рады, да вот проклятые москали снова развязали агрессию, опять их террористы вторглись в незалежную Украину и так далее, и так далее. Поэтому мы действительно сейчас находимся на грани серьезного столкновения. Все же понимают, что на линии противостояния уже давно не ополчение. Это две армии. И боестолкновения будут очень кровавые и тяжелые. И достаточно накопилось вооружение тяжелого и специально. Вот вы привели пример, что определенное стрелковое оружие другого поколения. Порядок против пушек, системы залпового огня, снайпера, это немножко не то. Но они убивают много людей. Но они убивают. И вот эти жертвы, в том числе из числа бойцов армии ДНР, это как раз снайперская война. Насколько я знаю, военным ДНР большого труда стоит удержать своих солдат и офицеров, чтобы они не приняли решительные меры и не подавили. И, в общем, там может все что угодно случиться. ВСУ, это вооруженные силы Украины. Мы так привыкли к этой аббревиатуре. А для публики я повторю. Это ведь тоже достаточно серьезная вещь. И какая бы там ситуация внутри, в душе у каждого бойца не была, но они обязаны подчиняться. Их выгнали как пушечное мясо. И они будут воевать как могут. А воевать они все-таки умеют. Это не вот эти махновцы, а все-таки это регулярная армия, более-менее обученная, с хорошим относительно вооружением. Но мы сейчас не будем тут в техническую сторону вопроса. А главное ведь не война, а главное провокация. Главное создать эффект, чтобы действительно отвлечь внимание. Тогда вопрос отсюда. Неужели столь критична ситуация, что Киев готов пойти на заклание части своих вооруженных сил на сознательные потери, а они будут и не маленькие, чтобы удержать власть и не дать лодку вот этого режима в Киеве расшатать до некого резонанса. Потому что я напомню нашим зрителям, один из депутатов ТУМ Рады недавно заявил, что Херсон и ближайшие губернии якобы распропагандированы российским телевидением, который там принимается, и мы завтра их потеряем. То есть они это уже в Раде говорят, тут радоваться-то нечему, но я имею в виду, что агония вот эта и агония ли это может привести к абсолютно страшным последствиям. Ну, во-первых, это не агония. Давайте не будем обольщаться. Вот-вот так. У нас очень любят... Наши средства массовой информации в последнее время стали очень похожи на украинские, между прочим. Если там чуть что начинают кричать о перемоге, то у нас чуть что начинают кричать о скорой победе и уже почти совершившейся. Ну, вышли там 5 или 7 тысяч человек на улицы Киева, уже по всем каналам кричат, что антинародный киевский режим завтра будет сметен. Этого, к сожалению, не произойдет и обольщать самих себя не стоит. Это раз. Второе. Вы говорите о том, что это повлечет за собой большие потери, и как же этого может не понимать Порошенко и компания. Ну, а какое дело Порошенко, Гройсману и же с ним до того, что с той и другой стороны погибнет несколько тысяч украинцев? Чем для него украинцы, которых набрали в Полтавской области или в той же Львовской области, в Киевской области, их жизнь ценнее, а жизни украинцев в Донбассе? Когда нужно было для укрепления этого режима развязать кровавую карательную операцию на востоке Украины и дать приказ бомбить самолетов, правда, это недолго продолжалось, потому что их стали забивать, а вот массированные артиллерийские обстрелы городов и сел, Порошенко дал этот приказ, не моргнув глазом. Он ведь по уши в крови украинского населения. И для него, что по ту сторону, что по эту сторону, какая разница? Если бы эти события происходили не в Донецке, а в Полтавской области, что он бы не так же спокойно расстреливал Полтаву, точно так же, или Львов. Так что, с точки зрения, что их может остановить кровь, этих людей кровь уже остановить не может. Они слишком много этой крови пролили, и прекрасно знают, что за эту кровь, если они лишатся власти, придется отвечать. Поэтому здесь никаких исправлений, осознания своих ошибок, начала миротворчества, ожидать не стоит. Вот цель, для чего это делается? Если первые две атаки на ДНР и ЛНР преследовали стратегические цели ликвидировать полностью русское сопротивление на Украине. Я просто поясню, когда я говорю украинцы, украинцы это ветвь русской нации, поэтому, чтобы не было... Да, понятно. Да. Ошибки в терминологии. Так вот, первые два наступления преследовали цель полностью подавить русское сопротивление на Украине, на востоке Украины. То сейчас, очень может быть, что такой стратегической цели уже и не будут ставить, потому что понимают, что по ту сторону фронта действительно сложились крепкие боевые коллективы, и их разгромить не удастся. Но Порошенко и Гройсмана с компанией вполне устроит просто-напросто мясорубка на несколько месяцев. Позиционная. Она позволит в очередной раз не выполнять политическую часть минских соглашений, она позволит развернуть очередную вакханалию в средствах массовой информации о москальской угрозе, и она позволит еще больше укрепить этот режим. Так что, с их точки зрения, это же деловые люди, там бизнес, ничего личного. Они убивают не от того, что им очень хочется убивать, но если им нужно, они убьют столько, сколько им нужно. Получается так, что за, ну, может быть, обещание, что со стороны Евросоюза или там Соединенных Штатов, вот Керджи встречался с Порошенко недавно, были заявления, мы к этому еще вернемся, что вроде бы сегодня Европа демонстрирует определенный евроскепсис, что донор крупный Евросоюза, Англия, Великобритания, точнее, собирается выйти, хотя, когда она деньги перестанет платить, непонятно, а Украина надеется на дотации. И, исходя из логики, о которой мы сейчас, вот фактов, которые мы сейчас изложили, несмотря ни на что, как бы крики какие ни раздавались, в итоге Украине деньги что? Дадут. Дадут? Дадут. Ровно столько, чтобы они удерживались. И, кстати сказать, совсем немало. Но вот на армию уже дала эта же помощь на поддержание модернизации вооруженных сил Украины. Уже принято решение. Да, вот здесь, когда мы говорим о военном, чуть вернемся назад, нужно учитывать, что, скорее всего, Запад и не даст отмашки на полномасштабную войну. Потому что Запад очень не хочет спасать киевский режим вновь и заключать Минск-3. Потому что Минск-3 будет еще более на невыгодных условиях для Киева, а, соответственно, для Запада. Поэтому единственное, на что Запад может дать добро, это именно на кровавую мясорубку на линии фронта, позиционную. опять тем же кончится, мясорубка, угрожа полного разгрома, тут же выдвигается инициатива провести Минск-3. Конечно. Нет, Минск-3 только тогда, когда уже разгромлены. Минск-1 был после разгрома, Минск-2 после разгрома. Как только киевский режим после очередной попытки наступать терпит поражение, сразу же на Западе все становятся миротворцами. Ну что, послушаем наших зрителей. Пожалуйста, у нас есть звонок, задавайте ваши вопросы, представьтесь, откуда вы. Я плохой из Белгорода. У меня такой вопрос, вот то, что происходит на Украине, это разве не результат этого пресловутого нашего национально-территориального деления, которое сделали большевики, когда огромные территории отдавались украинцам. Вот там Грушевский, когда создавался в Украину, там же, наверное, перечислялись какие-то территории. Вот с такими пусть они выходят из состава Советского Союза. Вот, они вошли с одними землями, а вы с другими землями. Еще Россию грязью поливают. Ну, здесь, понимаете, на этот вопрос можно отвечать долго. Вот это территориальное деление, искусственно созданное Украина. Да, действительно, большевиками, конечно, Украины же не было. И Ленин, и Сталин, и Хрущев, они сделали свое дело, вот эту великую Украину, как они считают, создали. Вот. Ну, дело даже не в территории, которую она занимает, а в том, что искусственно стянутые, вот в одном административном объеме земли, там, Западная Украина, Донбасс, Крым, это вообще несовместимая вещь, это Центральная Украина, частично. Естественно, привело к тому, что одна часть начинала доминировать, так называемая западная, это вызвало раздражение, а остановиться они не могут в силу исторических причин, это вызвало уже страх панический, и желание просто скорее уйти, убежать как можно быстрее, отсюда Крым ушел, ведь не мы его захватывали, Крым ушел сам, ушел Донбасс, он не в России ушел, он просто ушел, и тенденции, конечно, все говорят, много говорят, о возможности распада Украины как раз на то, чтобы они будут отделяться, они не хотят жить вместе, но это, когда это будет, в какой форме, это очень сложно, но то, что зритель прав, что заложенная бомба, это было и в Югославии, мы видели, когда искусственно проведена административная граница, вдруг становится государственной часть населения этнического, сербов, например, или в Хорватии остаются, в сербской крайне, или в Воснии, в республике сербской, или в Косово, а русские 20 миллионов, или по другим подсчетам 30 миллионов, оказавшиеся в союзных республиках, а потом из некоторых ноги уносились, каких могли, а с Украины почему они должны уносить, это и земля, их очень много, и вдруг началось с такой прессинг. Вот, да, зритель частично прав. А вы знаете, я вот как раз с нашим уважаемым зрителем совершенно не согласен. Так. И выскажу крамольную, очень, наверное, непопулярную мысль. Сейчас, да, принято говорить, что все причины в национально-территориальном делении, которое создал Ленин, что Ленин создал Украину, это все верно. За одним маленьким исключением. Давайте-ка вспомним, что когда распалась Российская империя, там не было Украинской республики или Украинской отдельной губернии. Но как раз сепаратистское движение на этой территории под украинскими лозунгами развивалось очень сильно, возникло все та же УНР, там и так далее, и так далее. Первопричина, по-моему, глубже и чуть раньше. Первопричина не в том, что Ленин нарезал эти границы, а в том, что произошло, произошел кризис русской нации, в том, что части русской нации удалось внушить, что они не русские люди. Да, Ленин и компания, они на это работали и очень сильно. Да, в 20-е годы они совершили, я считаю, гораздо более страшное преступление, нежели все эти границы. Когда проводилась перепись, впервые нужно было писать, либо ты русский, либо украинец. Раньше человек писал и говорил, что он малорос, подразумевая, что он русский. Сам Ленин в своих метриках писал «Великорос», подразумевая, что он русский, белорус и так далее. А здесь развели на понятийном уровне. Раз ты малорос, украинец, значит, ты уже не русский. И вот потом еще эта пропаганда продолжалась весь 20-й век. Вот первопричина всего этого. Не было бы людей, которые убеждены, что они не русские, что они всю свою историю страдают от клятых русских. Послушайте, что говорит украинская пресса. Русские – это орда, русские – это вообще не славяне и так далее. Это что, появилось после образования УССР? Нет, это было как раз в 19-м веке. Вот когда все это, извините за грубое слово, проворонили. Когда власть забыла про интересы русской нации и не отстаивала интересы русской нации. Давайте вспомним, как польская шляхта совершенно спокойно насаждала вот это украинство во вреда России на деньги российской казны. Давайте вспомним, что в той же Белоруссии только при Муравьеве, когда он подавлял сепаратистское восстание поляков. Он впервые смог добиться в 60-е годы 19-го века того, чтобы российская власть сделала ставку на территории современной Белоруссии не на польскую шляхту, не на всех этих родзивиллов, которых там замки сейчас восстанавливают и перед которыми опять охают и охают, а на русского крестьянина, белоруса. Он же впервые сказал, вот опора государства, русские люди. Но это было только в 60-е годы. И он смог это пробить только из-за того, что уж поляки тогда подняли такое восстание и так попытались кровью залить и вырезать все русское население на этих землях. Поэтому корни глубже и серьезнее. И пока мы не преодолеем кризис русской нации, пока мы не введем опять в сознание этого населения, что они украинцы и русские одновременно. Что Киев, вот говорят, пусть убираются с той же землей. С какой той же землей? Извините, Киев это мать городов русских. В одном фильме там говорилось, что не нужно разбрасываться казенным имуществом. Да. А у нас как-то все щедро. У нас говорят, Крым это русская земля. Согласен, Крым русская земля. А с какой стати Киев не русская земля? С какой стати Полтава не русская земля? С какой стати Львов не русская земля? Вот этого нельзя забывать. И главная борьба идет. Не где-то там главная борьба должна вестись именно на духовном, на психологическом уровне. Нас раскалывают, отрывают часть русской нации от всего русского древа. Сейчас это пытаются делать, кстати сказать, в той же Беларуси. Ну да, и тут же еще есть церковная составляющая. Совершенно верно. Попытка разделить церковь, которая сегодня как раз объединяет, это и есть. Это последняя скрепа. Это последняя, да. И, собственно, вот, когда мы ведем разговоры в этой студии, мы как раз стараемся выходить в общениях именно на этот уровень. Что причины здесь заложены слишком глубоко, и они не носят политический или какой-то там монетаристский характер. Там все гораздо сложнее. Это именно геополитика, которая старалась ликвидировать русскую нацию путем раскола вот этих трех великих частей Белой и Малой Руси. У нас звонок, пожалуйста, мы вас слушаем. Представьтесь. Меня зовут Нина Сергеевна, я из Полушской области. Очень приятно. У меня такой вопрос. Конечно, я хорошо понимаю, что все эти войны, которые у нас идут на земле, все войны совершаются на небесах, но мы-то, как земные люди, участвуем в них, и нашей крови все это делается. Так вот вопрос. Вот эта очередная война на Украине, как серьезно она может повлиять на Россию, потому что провокациями и всем чем угодно можно втянуть Россию в эту войну. А война, которую мы же должны будем отвечать на провокации, а это все отразится не только на Россию, а и на весь мир. Это достаточно понятный вопрос или развернуть? Нет, нет, достаточно, спасибо. Это нас часто спрашивают, что Россию могут втянуть. И, собственно, президент России сделает сегодня все возможное, чтобы именно этого и не произошло. Наши партнеры, в кавычках, тот же Эль, который пришел, они надеялись, что не выдержат нервы, и мы введем туда какой-то ограниченный контингент. Поэтому психоз и был по поводу советских, то есть, извините, российских военнослужащих, тысяч танков, самолеты, вертолеты, они это очень хотели. Но достаточно было сил в самой ДНР, чтобы это остановить и еще и разгромить. Но ситуация может меняться. Поэтому вы же упомянули, что европейцы, американцы не считают возможным давать Киеву тяжелое вооружение. Пока да. Пока да, потому что понимают, что это ничему хорошему не приведет. Вы знаете, я полагаю, что не только из-за этого. А смысла нет. Во всем случае, пока смысла не было. На территории Украины остались колоссальнейшие запасы тяжелого вооружения советской армии. Если мне не изменяет память, там три военных округа. И бывший премьер-министр Украины Азаров говорил, что там по его собственному опыту это же все на балансе государства, что там воевать можно 15-20 лет тем оружием, которое накоплено. Зачем поставлять на Украину какие-нибудь американские танки, если там есть свои танки, есть танковая промышленность на Украине. Есть только вопрос боеспособности этих частей подразделений. Есть вопрос о том, что наиболее боеспособные были в свое время проданы Украина. Она одно время была одним из ведущих поставщиков вооружений на рынке третьих стран. Они пытались что-то доделывать, модернизировать и вроде бы по количеству там много чего есть, но боеспособность этого ограничена. Но то, что наши зрители прекрасно понимают, что это может рвануть в один момент, может быть мы разговариваем с вами сейчас, а там идут боевые действия, может быть локальные, которые могут как цепная реакция и втянуть в это наверное сотни десятки тысяч военнослужащих. Там ограничено все-таки несколько десятков тысяч армии вооруженной силы точнее ДНР и ЛНР. А вот с Украины там контингент можно подобрать большой. Там и сто тысяч можно выставить и может быть и больше. Но вооружений все равно не хватает. Поэтому я говорил, что поставки оружия могут изменить баланс сил, так называемый, а там пока баланс. И втянуть Россию, да, это главная задача. Это опасность есть. Да, действительно, вот зрительница привела, что это такая промыслительная вещь, что это только ну мы не знаем как сложилась ситуация, как Господь управит. надеемся, здравый смысл как-то восторжествует, но здравый смысл в Киеве искать невозможно. Про Киев здесь речь не идет, а о Западе есть, но здесь нет, чувство самосохранения существует, прекрасно понимают, что Россия это ядерная держава, с другой стороны, с другой стороны, опасность реальна, и с 2014 года Россия по-моему очень мастерски идет по лезвию ножа. С одной стороны, не капитулирует, не сдает позиции, не бросает своих, а с другой стороны, не переходит определенной линии, за которой возможно глобальное столкновение, потому что одно дело было во времена Советского Союза, противостояние СССР и Штаты, ну и Запад, тогда они прекрасно понимали силу и мощь Советского Союза. А здесь за 20 лет выросли политики, сформировались военачальники, которые абсолютно убеждены в своем полном превосходстве, считают российскую армию, российские вооруженные силы ничем. Вы помните, может быть, когда был знаменитый бросок на Приштинов российских десантников Сербии. Отчаянно бросок его добавил. Совершенно верно, когда всего-навсего рота выполняла стратегические задачи, не тактические, даже не оперативные, а стратегические. И тогда командующий американскими войсками в Европе отдавал приказ о нанесении ракетно-бомбового удара по этой колонне. Другое дело, что у его подчиненных хватило ума не выполнить этот приказ. Английский генерал, по-моему, отказался выполнять, еще кто-то и так далее. Мы сейчас знаем, утечка информации была о письмах, которые бывший командующий до недавнего времени НАТО в Европе или Соединенных Штатов, по-моему, армии Соединенных Штатов в Европе, генерал Бридлов писал Вашингтон, где он просто-напросто настаивал на том, чтобы нужно немедленно нанести именно удар по российским частям. Поэтому вот такие сейчас есть. И именно поэтому нужно понимать, насколько серьезны ставки и насколько высоком мастерство сейчас проявляет Россия, чтобы, не дай Бог, не довести из-за этих людей, ну, так скажем, несколько отмороженных до глобального противостояния, при этом не сдавая свои позиции. Это действительно сейчас очень опасно. Давайте послушаем еще наших зрителей. По-моему, у нас есть звонок, да, это Московская область, если я не ошибаюсь. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Откуда вы? Меня зовут Наталья, и я хотела задать вопрос. Да. Слушаем вас. Вот ситуацию мы уже разобрали со всех сторон. И все понимают, что идет позиционная война. Все понимают, что будет большая провокация. Что в такой ситуации нужно делать республикам? ДНР и ЛНР? Ну, там целый комплекс задач. Во-первых, укреплять тыл, заботиться от населения, обеспечить его продовольствием необходимым снабжением. Это и материальные средства, это так называемые пенсии, это здравоохранение, дети должны учиться, это обеспечивает жизнедеятельность, чтобы люди понимали, что они не в осадном положении, не в подвалах, а борются. Дальше. Там существует свой военно-промышленный комплекс, достаточно мощный. То есть армия укомплектована, обучена, вооружена и боеспособна. вот они собственно этим и занимаются и проводят большую работу по недопущению ответа адекватного, который заслуживает вооруженные силы Украины со стороны своих подчиненных. Вот там тоже удерживают армию, удерживают людей. Сколько они смогут это делать, тоже неизвестно, но нервы там напряжены и вот эта усталость от этого давления своих, чтобы не дать от них ответить как следует, она тоже присутствует. Но это вот только часть проблем. Но самое главное это то, что должна делать Россия. Это всемирно помогать Донецкой и Луганской народным республикам. Всемирно экономически, гуманитарно их укреплять. без помощи России они выстоять никогда не смогут. И чем больше Россия будет им помогать, сколько бы там ни говорили, что Россия куда-то выбрасывает деньги. У нас сейчас тоже опять полюбили считать куда-то выброшенные деньги. Так вот, чем больше мы туда вкладываем, тем лучше для России. И это сейчас нужно осознать и понимать, что это не просто мы кому-то там что-то помогаем. мы помогаем своим людям, людям, которые восстались за то, чтобы остаться русскими, за то, чтобы не потерять связь с Россией, и благодаря которым во многом мы сейчас не находимся в неимоверно более худшем положении, чем могли бы находиться. Ну, представьте себе, что в Донецке стояла бы база НАТО и ПРО была развернута там, если бы не было сопротивления. Конечно. Это совершенно... А в Крыму была база военно-морских сил НАТО? Если бы не было сопротивления, все хорошо знают, что из Севастополя бы выпроводили Черноморский флот, и там была бы база НАТО, а соответственно на востоке Украины разместились бы опять-таки американские подразделения. Во что бы нам обошлось обеспечение нашей безопасности в новых условиях, легко себе представить. Это я говорю для тех, кто очень любит считать, не исчезла ли из его кармана какая-нибудь копейка от того, что мы помогаем сейчас ДНР и ЛНР. Если бы мы не помогали, у вас бы из кармана исчезли десятки и сотни рублей. Ну и мы надеемся, что руководство Донецко-Луганской Народной Республики, которое, в общем-то, меняется или, как некоторые говорят, растет, укрепляется и мужает, оно удержит ситуацию. И, в общем, когда территория, нация, народ, народ воюет, там все, что у нас связано иногда с властью, да, вот эти негативные всякие истории, вот, там этого нет и быть не может, потому что все это на виду и эти люди, мы же знаем руководство этих республик, Захарщенко в том числе, они же в военной форме ходят большую часть своей жизни. Костюмы только иногда надевают какие-то официальные мероприятия, а так это фактически боевые действия. И сейчас мы, я хочу вернуться вот к теме все-таки вроде бы европейской, с которой мы начали. Мы не можем обойти ситуацию, я ведь специально сказал, что ситуация не просто тревожная, а она на грани полномасштабных боевых действий. То есть это уже не такие, знаете, спокойные разговоры двух, там, специалистов или претендующего, там, на это я себя имею ввиду. А это реальная ситуация вот в этот момент там, но не здесь, когда люди гибнут. И стрельба из разных видов оружия, куда прилетит, что прилетит, неизвестно. И постоянное напряжение, фактически, такая тотальная провокация. с другой стороны, мы видим, как в Европе определенные консервативные такие тенденции или скепсис нарастает. И это тоже не нравится. Я понимаю, что это отдельные такие выхлопы, их буду пытаться так как-то локализовать, перевести дискуссию в другое русло, но, тем не менее, вот эта абуза, то есть страны Восточной Европы, которых надо содержать, а содержать их надо фактически теперь не трем странам, а двум, Франции и Германии в первую очередь, этому бюджету может прийти какой-то там конец. И вот то, что сегодня идет запугивание российской угрозой, это как раз попытка заставить европейцев платить за то, что американские военнослужащие будут в рамках НАТО находиться на их территории. Это же тоже факт, это большой бизнес, ничего личного. Вы знаете, здесь я опять с вами позволь, не совсем соглашусь, а про бедных европейцев, которых собираются заставить платить, про то, как они содержат восточноевропейских нахлебников и так далее. Это, кстати, и в Европе любят рассказывать, сколько они сейчас бухивают в эти все бывшие либо советские республики, либо страны Варшавского договора. Все это верно. Суммы очень приличные. Например, Прибалтийские республики получают западных дотаций примерно в сумме равной 20% бюджета. Сейчас батальоны еще развернут в каждой поштучке. У него прибавится совершенно верно. А 20% бюджета это очень крупная сумма, согласитесь. Поэтому они не очень, кстати, и переживают по поводу того, что у них там закрылись заводы. Как бы заводы могли давать 15% дохода, а здесь им отстегивают 20%. Мы знаем огромные суммы, которые вложили, вложил Запад в Польшу. Сейчас Запад вкладывает очень большие средства в украинский режим. Вот буквально вчера или позавчера статистические службы Украины опубликовали данные, по-моему, Минфин опубликовал данные о размере заимствований за 2014-2015 год. Так вот, за эти два года Запад дал Украине сумму, эквивалентную годовому бюджету. Вот так. Если в Прибалтике 20%, то здесь 50% бюджета это дотация со стороны Запада. На этот год, это тоже буквально на днях господин Гройсман заявил, что они планируют получить от Запада в районе 12,5 миллиардов долларов. Если учесть, что у них расходная часть бюджета примерно 25 миллиардов, то это как раз опять половина годового бюджета страны. Это одна из причин, почему при крахе экономики, а там действительно крах экономики, страна еще держится. Что это Запад занимается благотворительностью, а они вдруг все стали такими филантропами, ничего подобного. Вот кстати, ведущий филантроп, которого у нас все 90-е годы, иначе как филантропом не называли. Только в последние год-два стали называть его спекулянтом, кем он реально является. А до этого он все у нас проходил благотворитель и филантроп господин Сорос. После того, как произошло, огласили итоги референдума в Великобритании, он сказал тогда, что начинает распадаться Евросоюз, и это повлечет за собой усиление России. Но там была интересная часть, на которую мало кто обратил внимание. Вот первую часть его цитаты везде приводят, а вторую часть как-то отбрасывают, либо не обращают внимания. А вторая часть звучала так, точно так же, как крепла мощь и богатство Евросоюза при распаде Советского Союза. Вот сейчас мы говорите, звонок есть. У нас есть звонок, пожалуйста, мы вас слушаем, и мы тогда продолжим тему с цитатами от господина Сороса. Да. Добрый вечер вам, уважаемые ведущие. Меня зовут Алексей, я из Москвы. Хотелось бы задать вам такой вопрос, он как раз в смешке с другим будет. Вот смотрите, сейчас у Америка, ну, у Запада не получается ситуация с Украиной в целом, да? То есть делать это был план А, а сейчас по сути дела все это уходит в долгий ящик. Возможно и какой сценарий, то есть как они отбросят Украину обратно. И второй вопрос в смешке, это что с Белоруссией происходит сейчас? Как она будет себя вести? Спасибо большое. Ну тут по Белоруссии Сбать все всегда сложно. Это отдельная тема, но нужно понимать, что там сейчас есть очень и очень тревожные тенденции. Есть тенденция, что события в Белоруссии могут постепенно пойти по Лидии Украинской. И не от того, что кто-то там хороший, кто-то плохой, дело не в этом. Исключительно из-за того, что буксует интеграция, буксует создание союзного государства. Да, союзное государство это самая продвинутая форма интеграционного объединения на постсоветском пространстве. Евразийское экономическое сообщество здесь еще и рядом не стоит. Но мы так и не создали действительно единое союзное государство. Соответственно начинают строить незалежную от России Беларусь, а незалежная отдельная от России Беларусь она неизбежна. Независимо от воли Александра Григорьевича Лукашенко, который сделал очень и очень много для того, чтобы сохранить связи России и Беларусь. Наверное, никто на постсоветском пространстве столько не сделал в 90-е годы для этого. И только за это мы должны ему быть благодарны. Так вот, сама логика построения независимого государства неизбежно приведет к тому, что сейчас уже постепенно начинается «Беларусы отдельная нация», «История Беларуси отдельная история». Тревожным звоночком был 12-й год, когда в Беларуссии не отмечали юбилей общей Отечественной войны 12-го года, а официально трактовали это уже как российско-французскую войну, в которой беларусы были страдательной стороной. Сначала французы их прошли грабили, потом русские прошли грабили. Было это? Было. Поэтому вот это очень и очень тревожно. Это как раз то, о чем я и говорил. Удалось убедить значительную часть населения на древних русских землях юго-восточных, ныне именуемых Украиной, в том, что они не русские. Сейчас идет такой же процесс убеждения на западных русских землях беларусов в том, что они не русские. Противопоставление их России и всему русскому. Да, это еще только-только начинается. Но когда-то в 19 веке на Украине это только-только начиналось современной. И не обращать внимания на это ни в коем случае нельзя. Формирование беларусской нации шло, там были и флаг, и гимны победы на Олимпийских играх, и определенная национальная гордость, мы тутейшие, то есть местные вот у них что-то. А до этого было несколько иначе. Александр Григорьевич неоднократно говорил о том, что беларус это русский со знаком качества. То есть мы русские, но самые лучшие из русских. А в последний раз он заявил о том, что мы беларусские, а не русские. Вот это очень важно. Я напомню, что эту книжку Кучма издали в Москве и огромным тиражом и здесь ее презентовали и аплодировали и так далее и так далее. А то, что из этой книжки прямым ходом идут кровавые события на востоке Украины, стараются не обращать внимания. Так что вещи серьезные. Вернемся к теме, которую мы прервали вопросом. Так вот, Запад не теряет, Запад приобретает и даже чисто экономически, о чем и сказал Сорос, никакого Евросоюза в его нынешнем виде никогда бы не было, если бы не распался Советский Союз. Никогда не было бы такого благосостояния в Евросоюзе, если бы не распался Советский Союз. Знаете, утрируя несколько, утрируя, но суть здесь есть. Можно даже сказать, что Евросоюз это продукт распада Советского Союза. Сколько капитала и ресурсов было вывезено? Все говорят, вот из России вывезено столько-то средств, а куда они вывозились-то? Совершенно верно. Где они работают? По некоторым оценкам вывезено свыше триллиона долларов из России. А вывозили-то еще и с Украины, со всех остальных бывших республик. И этот триллион вложили в развитие. Плюс к этому Запад получил колоссальные рынки Восточной Европы. Да, они отстегивали деньги полякам, но они получили всю немецкие бизнесмены получили всю практически экономику Польши, весь польский рынок, и они уже давным-давно окупили. И когда там рассказывают о том, что вот бедные немцы страдают, они содержат этих греков и так далее, они на греках столько заработали, что вполне могут их еще несколько лет посодержать. Другое дело, что эти деньги, которые они хапнули в свое время на распаде Советского Союза сейчас подошел к концу. Все когда-то заканчивается. И был очень такой для них неприятный звоночек несколько лет назад, года три или четыре назад, по-моему, премьера Люксембурга, кажется, но кто-то вот из Бенилюкса заявил о том, что на государстве всеобщего благоденствия можно поставить крест. А почему он это сказал? Да потому что те рынки, те ресурсы, которые они получили в результате распада СССР и которые они вложили в свою экономику и в свое благосостояние, они стали заканчиваться. Вот тогда и пошел следующий этап, восточное партнерство, отторжение Украины, Белоруссии, Армении, за Кавказе от России, а это же подразумевало, что через колено ломается и Россия, открытие российского рынка полностью. Ведь помните эти переговоры? Россия всего-навсего наставила на чем? Что если вы заключаете соглашение с Евросоюзом о зоне свободной торговли, то мы просто-напросто не хотим, чтобы европейские товары к нам пришли. При этом всегда говорилось о том, что это вот украинские бизнесмены, типа Порошенко, Суркиса и прочих Пенчуков с Ахметовыми, хотят просто-напросто нажиться. А почему Европа-то отказывалась наотрез обсуждать эту тему? Потом, когда отложили вступление этого соглашения, в течение года велись переговоры. Ну, чего добивалась Европа? Европа добивалась, она рассчитывала, что Россия ни с того ни с сего взбрыкнула, но ее сейчас укоротят, поставят на место, и она на все согласится. И европейские товары через Украину пойдут на рынок России беспошлинно, а это опять десятки и десятки миллиардов евро, которые будут вывезены с нашей территории и вложены туда. И когда они сейчас борются на Украине, не нужно говорить, что это они из-под палки Соединенных Штатов. Да, Соединенные Штаты тоже заинтересованы, но есть свой личный европейский интерес. Мессенческий такой, да. Да, совершенно верно. Но, вот тут-то интересная штука. Да, весь Евросоюз выгодал от распада Советского Союза, и они совершенно не заинтересованы в интеграции. Для них это такой же острый нож, как и для Соединенных Штатов, которые открыто говорят. Киллари Клинтон говорил, что мы не допустим никакой интеграции постсоветского пространства. Эти, правда, открыто столь не говорят, но для них то же самое. Но не для всех в одинаковой мере. Прошло два года, за эти два года они понесли убытки, вот тут они понесли реальные убытки. Сейчас были опубликованы опять-таки недавно подсчеты западных специалистов, порядка 60 миллиардов евро в общей сложность с упущенной прибылью потеряла Европа. Да, да, ну 60, некоторые 80 считают, вот такая сумма. А ведь не все страны столь озабочены геополитикой, как Германия та же. Да, Германии нужно лидерство, Германия поэтому всех за собой вела в плане санкций. Никто сейчас не отрицает, что без Германии никаких бы санкций Европа. А есть страны типа того же Кипра, той же даже Франции, которые от того, что сломают Россию, может быть, получат прибыль, а может быть, и не получат, в отличие от Германии. А вот убытки они несут уже сейчас. И вот тут-то и начинает... Социальные И вот тут-то и начинаются сейчас первые трения. Не от того, что кто-то что-то осознал, что Россия права, а от того, что начинают подсчитывать и приходить к выводу. Да, журавлю в небе, конечно, хорошо, если завтра Россия капитулирует, это, конечно, нам такие блага принесет. Но сейчас-то мы теряем. Вот в чем речь. И поэтому сейчас и появляются первые-первые трения в том же Евросоюзе. Вот сегодняшнее заявление Оланда о том, что он не видит в России противника, а видит партнера. Это уже такие первые звоночки. Кстати, в той же Германии, пока политики второго ряда, которые тоже уже начинают... Италии, Лига Севера. Совершенно верно. Вот эти провинции, которым нет дела ни до какой геополитики, но они страдают экономически. Это, кстати, 80% промышленности Италии. Совершенно верно. Это мы так как-то называем красиво, романтическими итальянскими названиями, а реально это промышленное сердце Италии. Никто ничего не производит. И России сейчас самое главное выдержать вот этот период. Убедить Европу в том, что сломать нас не удастся. И не дать втянуть через Украину. Да, совершенно верно. Не дать втянуть в кровопролитную войну раз, и во-вторых, убедить, что мы не сломаемся. Чем жестче мы будем отстаивать свои интересы, тем быстрее начнется разрядка наших отношений с Западом. А украинский кризис, он прямое порождение нашей конфронтации с Западом. Именно того, что Запад пытается не допустить восстановления России. Вот то, что сейчас там НАТО и прочее, это хорошо показывает. Легко сдать позиции, вернуться тяжело. заложник всей этой ситуации. Я имею в виду люди, которые живут. Они прямые, заложники, собираются. И, кстати, надежда на некое сопротивление, подполье, она, ну, надеяться можно, конечно, но реально они этого не допустят. Там достаточно жестко все схвачено. И они будут платить любые деньги для того, чтобы карательная система на Украине, она работала жестко и четко. И это понятно. но мы понимаем, что не все не вечно и все контролировать невозможно. Может произойти все, что угодно и достаточно быстро. Но, видите, например, вот эти авантюры на востоке Украины, они же могут иметь самые разные последствия. Самые разные. Да, любви к России там не будет завтра никакой. Мозги промыты основательно и неизвестно какой срок. Это 5 лет, 10 лет, поколение, два. Это никто не знает до конца. Но то, что из-за самосохранения там могут быть какие-то изменения, ну, посмотрим. Посмотрим. Во всяком случае, работы для нас с вами в программе «Украинский вопрос» на ближайшие несколько лет, я думаю, хватит. К сожалению, да. Эта проблема решена в ближайшем будущем. Не может, потому что слишком глобальные вопросы. Это противостояние с Западом, пока Запад не признает право России на равноправную, извините за автологию, сосуществование с ним, а не как сырьевой колонии. И второе, и самое главное, пока не будет преодолен раскол русской нации. А для этого, пока сама Россия не станет образцом и центром русского мира. То, о чем говорил святейший патриарх. Пока мы не станем русским миром сами, мы никогда не сможем объединить русскую нацию и вернуть всех тех, кто сейчас заблудший в общее лоно. Само собой, это не происходит. И этим пока, увы, почти никто не занимается. Ну, пожалуй, за исключением церкви, патриарх, который всегда поднимает этот вопрос, он и поставил проблему русской нации, но он же и говорил, что такое русский мир. Это православие, уникальный способ русского жительства и традиции. Это практически цитата. Мы можем сейчас сказать, что современная Российская Федерация это страна, которая прочно стоит на русских традициях, а тем более, что элиты этой страны исповедуют и используют уникальный русский способ жительства. Нам еще предстоит самим огромная работа и пока здесь она не будет проведена, там не решится. Вы, наверное, сформулировали одну из главных задач такой программы, как украинский вопрос, чтобы нам здесь самим понять, что здесь происходит, что надо делать и где вот эти вертолеты опасные направления откуда прилетят. Это как раз сформирование национального самосознания, укрепление русской идентичности, понимание, что необходимо заниматься ядром нашего государства, государство образующим народом, его культурой, историей, воспитанием детей, укреплением мотивации. Это как раз вроде бы понятия такие, не имеющие отношения к теме нашей программы. Но на самом деле это то, что мы должны делать и мы это делаем. Кстати, аудитории, наши зрители это прекрасно понимают. И вот этот главный вывод, к которому сегодня подошли, наверное, это квинтэссенция и вообще такая концепция этой программы. мы это делаем сознательно и мы это не скрываем. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо вам за то, что вы это делаете. Да. А вам за то, что вы нам помогаете. Спасибо вашему, уважаемому зрителю, что так активно сегодня участвовали в нашей программе. До новых встреч в рубрике «Украинский вопрос» на телеканале спас. Всего вам доброго и храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин